Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не буду, наверное, зачитывать его весь, потому что он достаточно большой. Я просто зачитаю то, что касается психологической проблемы, которую описывает человек. Итак, я смотрелся в зеркале и мне все не нравилось. Не нравилась одежда, прическа. Я лаком укладывал волосы. Далее человек пишет, что хотел убрать живот тренировками и тогда заболела спина. Первый раз. Вот. Человек много внимания уделяет тому, как он выглядит и тому, как он идет. Смотрите, здесь мне кажется, что присутствуют, так скажем, элементы навязчивости, то есть навязчивых мыслей. Вот. И я бы в первую очередь, возможно, обратил бы внимание именно на это, на то, что у вас есть такие элементы навязчивых мыслей. Соответственно, мне кажется, что надо бы вот, ну знаете, с этим разобраться, то есть посмотреть, каким образом они у вас появляются. Вот. Потому что у навязчивых мыслей есть, скажем так, свои основания. Вот. И некая ваша потребность, она тоже может стараться реализовать. Дальше. У вас в наличии очень сильно получается непринятие, непринятие себя. Да. Да. То есть вы очень сильно себя не принимаете, вы вот сравниваете себя, получается, с, ну, с другими людьми. То есть вот другим человеком, вот. И это вот тоже может быть, конечно же, проблемой. Такая история здесь, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. То есть вы не принимаете себя, ну вот, у вас идет достаточно сильно такое обторжение. Вот. Вот. То, что хочется здесь сказать. В принципе, поскольку вы описываете по большому счету только свои симптомы, да, то есть вы описываете только вот по факту, что вы делаете. То есть вот вы пишете, значит, что, значит, перед тем как выйти из дома смотрю в зеркало, уверенно представляю, как прохожу мимо всех, да. Но мешает, как бы, оценка. Вам мешает оценка. Вот. Бывало падал перед зеркалом, когда горбец или остаться не мог, потом общественный смех не мог начаться, понимал, никакой бред. Общество туда, то есть сначала идет ощущение сверхважности, потом идет обесцение. Вот. И вот вы пишете, что, почему я не понимаю, почему мне так тяжело быть с собой, или как кто-то прическу сделал, мне с ней тяжело как-то вообще с любой другой. А, значит, то есть нет у того, чтобы я сфоткался и тут же вывозил, мне надо все сгладить до идеала. Ну вот как-то. Это вот про навязчивость как раз таки. Вот то, что я бы мог вам сказать. Вам нужен обязательно врач, психиатр, либо психотерапевт, клинический психолог. Вам нужен диагноз и нужное лечение, потому что психологическая помощь без этого в вашем случае скорее всего не поможет. С кем работать, с психологом, в каком разрезе, в вопросе принятия себя и, значит, проработку комплексов и с чувством. Вот. Ну, я бы сказал, что это регулярная история, то есть это постепенно, скорее всего, довольно много будет механизмов сопротивления. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.